Рассылка это убийство коммуникаций. Меня полоскали по всем федеральным СМИ. Вплоть до того, что... Ну, конечно же, ты пытаешься оправдываться. Я устал в этот день как собака. Просто потому что я не мог говорить. Я уже устал произойти. Я давал комментарии в пробке по телефону в прямом эфире. Мы говорим о том, что разные аудитории. B2G, B2B, B2C. То есть, с вашей точки зрения, хайп заходит на все виды этих аудиторий. Я был членом Единой России и был членом КПРФ. Режьте меня. Запустили топ Яндекса. Прям вот с утра. Целая куча звонков со всех радиостанций. Со всех абсолютно. С целой кучей телеканалов, которые говорят, дайте нам поснимать это. А нам нечего показывать. Добрый день. Меня зовут Тимур Асланов. Вы смотрите программу «Пиар-директор». Сегодня в нашей программе пресс-секретарь НП «ГЛОНАСС» Ярослав Федосеев. Ярослав, добрый день. Здрасте. Давайте начнем разговор с того, что расскажем нашим зрителям, что мы приготовили для них сюрприз в конце программы в виде конкурса. Да, действительно, будет конкурс. Будет классный-классный приз ручной работы. Поэтому, наверное, условия конкурса озвучим в конце. Да, в конце досмотрите программу до конца, вы узнаете условия конкурса и сможете принять участие в розыгрыше. А мы переходим, собственно, к беседе. Давайте начнем с того, что такое сегодня НП «ГЛОНАСС». Чем занимается ваша организация, чтобы понять, что вы продвигаете. НП «ГЛОНАСС» – это окологосударственная компания, некоммерческое партнерство, которое занимается, на самом деле, продвижением технологий. И недалеко не только технологий космических, «ГЛОНАССа» и так далее. Мы, на самом деле, охватили большой пласт технологических новинок. От беспилотных автомобилей до радиоэлектроники, позиционирования и формирования рынка, навигационного рынка. Занимаемся внедрением главного инфраструктурного проекта «Автодата», который исполняется по поручению президента Российской Федерации Владимира Владимировича Путина. Это, собственно, главный наш проект по формированию большого национального массива автомобильных данных, которые при объединении, при агрегации позволят сформировать новые сервисы, в принципе, новую отрасль экономики. Потому что каждый автомобиль у нас ежеминутно генерирует гигабайты данных. В течение 10 лет это будут уже терабайты, тысячи терабайтов данных, которые представляют по-настоящему особую ценность. Не только для государства, но и, в принципе, для автовладельцев. Потому что у автовладельцев появится возможность их продавать бизнесу, продавать государству, формировать транспортный налог не по схеме, там, платишь 10 тысяч рублей каждый год, а сколько покатался, столько и заплатил. Это внедрение, написание законодательства, навигационного законодательства, законодательства для беспилотных автомобилей, соответственно, по хранению автомобильных больших данных, как я уже сказал. В принципе, это применение действительно передовых IT-технологий. Я не люблю слово «искусственный интеллект», потому что каждая технология искусственного интеллекта, она все-таки интересна в рассмотрении, если ее отдельно каждый рассматривает. Потому что искусственный интеллект – это хайп, это PowerPoint, я не знаю. Все знают Machine Learning, это язык Python. А искусственный интеллект – это язык PowerPoint. Вот не люблю вот это слово, хотя, безусловно, оно популярно, этот термин помогает продвигать и цифровую экономику в целом. Так что, скажем так, если говорить совсем простым языком, НП ГЛОНАСС занимается внедрением и продвижением проектов на базе искусственного интеллекта. Притом мы стали собирать большие данные еще до того, как это стало мейнстримом. Мы это начали еще делать в начале нулевых годов. В рамках НТИ «Автонет», национальной технологической инициативы «Автонет», являемся таким еще инструментом финансирования проектов, их популяризации, их поддержки по линии правительства. И к нам поступают десятки интереснейших, прикольных проектов, которые мы стараемся популяризировать. Они все выходят у нас в топ Яндекса. Сейчас про это поговорим. Да, да, да. И умные лежачие полицейские, и беспилотные катафалки к нам приходили. До чего только на самом деле не было. Поэтому, если говорить относительно применения с конкретными людьми, полезных технологий, не беспилотные катафалки, а умные лежачие полицейские, умные пешеходные переходы, умные остановки, искусственный интеллект, который позволяет выводить автобус для студентов дополнительный, потому что знает, что большое количество ребят вышло с пар, и они все не вместятся в автобус, выезжают дополнительный на основе, так сказать, некоторых алгоритмов, а не просто потому, что позвонили, сказали. Это, конечно, решает большое количество проблем B2C, да, ну, обычных людей. Но коммуникация, коммуникационная стратегия НП ГЛОНАСС строится несколько иным способом. Любая технология, прежде чем дойти до конечного потребителя, она проходит взаимодействие с государством, взаимодействие с бизнесом, и только после этого конечный продукт попадает непосредственно к пешеходу, к жителю нашей необъятной родины России. Поэтому, когда, собственно, я пришел, да, в НП ГЛОНАСС, там, да, 2,5 года назад, мы взаимодействовали больше B2G. Конечно же, все публикации, все месседжи, они были направлены на лиц, принимающих решения в конкретных ситуациях. Позже мы перешли уже на B2B для привлечения разных компаний, для привлечения регионов, потому что многие регионы читают наши новости, говорят, ой, а мы тоже такое хотим у себя внедрить. Все это привело к тому, что был создан главный, одобрен главный проект Владимиром Владимировичем Путином, одобрен проект Автодата, было выделено финансирование, и мы создали большой консорциум Автодата РУС, в который вошло уже более 80 разных-разных организаций, в том числе и правительство разных областей, разных регионов. Регионов у нас действительно много. И сейчас в этих регионах непосредственно эти технологии начали реализовываться, что потихонечку переходит уже на B2C, до конечных потребителей. Вы уже начали говорить о том, что у вас есть разные целевые аудитории, что это B2G, это B2B, B2C. Какие вообще в целом задачи стоят перед пиаром NP GLONASS? Какие цели? И, соответственно, дальше перейдем уже к инструментам. Начнем с конкретного инструментария. Я человек сугубо бунтарского подхода. Мне не нравится писать пресс-релизы. Я считаю, что пресс-релиз давно канул в лету. Несмотря на то, что он используется, да и пусть используется, ради бога, мне не нравится. Мне нравится слово пресс-релиз. Мне нравится тезисы накидать журналисту. Сереж, вот там есть такая тема, посмотри, пожалуйста. И никаких рассылок. Ни в коем случае не делайте рассылки. Черт побери, зачем вы делаете рассылки? Мне реально люди некоторые пишут, говорят, мы сейчас разошлем все по нашим журналистам. Не делайте это, пожалуйста. Не делайте рассылок. Рассылка это приравнивание журналиста к клопу. Рассылка это убийство коммуникаций. У вас есть конкретный журналист, коммерсант, ведомости, рия, неважно. Есть тема, выбирайте журналиста, вот хочу с этим поработать, или вот с этим, или вот с этим, или вот этому вы были должны, потому что он вам там помог, посодействовал, где-то там что-то. Пишите конкретному журналисту. Просто работайте с теми СМИ, которые дают большую линию охвата. Это априори классно, когда новость выходит в нули, соответственно, дальше, или там в 3 часа ночи, утром, если там очередной Илон Маск не придумал какую-нибудь херню, ваша новость будет в топе Яндекса. Это я гарантирую неоднократно эту историю, так сказать, отрабатывал без бренда НП Глонас, без слова Глонас в публикации. А мы, у меня задача сначала была популяризировать НТИ, Автонет, рабочую группу. Поэтому, ну, Автонет, скажем так, был не такой популярный, да вообще у него популярности не было. Тем не менее, выскакивал в топ Яндекса, все было замечательно. Так вот, основная цель, которая формировалась с моим вот этим бунтарским нормальным человеческим подходом, это определение целевых аудиторий. Для, на первом этапе, это было взаимодействие, получение, так сказать, продвижение наших проектов, привлечение внимания определенных лиц в государстве, топ-менеджеров, крупных директоров компаний, которые должны были понимать, что с нами можно и нужно работать. Соответственно, для этого не только пиар, в принципе, помогает, я бы сказал, здесь пиар, скорее, вторичен. Мы начали проводить большие крупные конференции, у меня замечательные мои коллеги, которых я очень люблю, действительно, я на самом деле у них учусь сейчас, как быть ивенщиком, крутым ивенщиком. Это классно. Вот наблюдая за ним, проводя ивенты, там, международный Автонет форум, Урман Мобилити форум, традиционный уже на Витех, который там посещают каждый год. Там, в прошлом году был и Дворкович, и Юрмад Шурличич, первый зам Рогозина. И, на самом деле, целая куча топов. Формирует вот этот диалог, формирует доверие к организации. На почве сформированного доверия мы выпускаем новости. Делаем это даже, да черт возьми, не буду врать, с хайпом. Мы делаем это с хайпом. Есть темы, которые, скажем так, формируются, проект там поступает. Была тема беспилотный катафалк. К нам пришли ребята, студенты консорциума сибирских вузов, сказали, мы, говорит, придумали беспилотный катафалк. Я так, ну, интересно, интересно. А это было август, что ли, или что-то июль. Новостей как-то мало было в повестке. В общем, прислали рисунок, при том, рисунок был ужасный, я нарисовал свой беспилотный катафалк на базе Лады Калина. Я говорю, ребят, у вас плохой рисунок, мы свой сделаем. Вот, но у них действительно там была база Лады Калина, просто мы перерисовали всю эту историю немножко. Ребят, вот теперь так дадим. Говорит, только, пожалуйста, нас не называйте, потому что если ректора наших вузов увидят этот проект, нам будет плохо. А там действительно было финансирование, проект не получил, скажу честно. Но то, что это привлекло внимание к организации, да, безусловно. То же самое пошли движухи в части умных лежачих полицейских. Придумали, при том, эта тема, она не то, что была как бы придумана, она была в зачатках у одного из экспертов. Мы ее взяли, рассказали о ней, при том придумали как систему, да, то, что камера фото-видео фиксации видит машину, которая приближается, если у нее превышена скорость, то, соответственно, электропривод поднимает лежачий полицейский, или там, если скорость нормальная, то опускает. Запустили топ Яндекса, прям вот с утра, целая куча звонков со всех радиостанций, со всех абсолютно. С целой кучей телеканалов, которые говорят, дайте нам поснимать это. А нам нечего показывать, к сожалению, потому что проект только в зачатках, и мы его только-только анонсировали. Но сразу после этого позвонило несколько регионов, которые сказали, мы готовы выделить финансирование, деньги на внедрение этого проекта. И тут же нашлось целая куча разработчиков в периметре НПГЛОНАСС, в периметре Автонета, которые сказали, мы готовы это реализовать. То есть идея была в зачатках, как просто обычный хайп, мы привлекли к нему внимание, и что идея получила общественный резонанс и желание быть внедренной. Будет она внедрена или нет? Другой вопрос. Не важно. Важно то, что мы привлекли внимание. Задача по пиару была закрыта. То же самое проект Автошазам. Все знают Шазам музыкальный, прекрасно, который позволяет определить песенку, там какое-то название. Автошазам – это определение конечной стоимости автомобиля, возможных поломок, недостаток на базе искусственного интеллекта с помощью алгоритма. Реализовать этот проект можно также в рамках платформы Автодата, один из возможных, так сказать, сервисов. Реализуется, создается, есть концепция, она сформирована, она описана. В принципе, все это уже готово к внедрению. Но как мы это подали, это был, конечно же, хайп. И прикольный хайп. И тоже целая куча классных отзывов. Я, на самом деле, эти кейсы люблю описывать отдельно, там, в Хуже Геббельса, в своем телеграм-канале, очень прикольный. Но для компании это прикольный имидж. И когда мы двигаемся, знаете, по-бунтарски, пытаясь привлечь внимание вот так, вот так, все думают, вы вроде же государство, почему такой подход? Почему, не знаю, у вас пиарщик татуированный? Это вот мой следующий вопрос. То есть мы говорим о том, что разная аудитория, B2G, B2B, B2C. То есть с вашей точки зрения хайп заходит на все виды этих аудиторий? Хайп заходит реально на всю, на всех людей. Потому что у каждого человека, давайте вспоминать Гюстава Лебона, да, теоретика, ну там, да, психология масс. Любой человек мыслит одинаково, вне зависимости от того, какого он статуса и какие ресурсы у него есть. Это толпа на толпу. Толпа мыслит, как четырехлетний ребенок. На нее надо взаимодействовать, на нее нужно направлять манипуляцию именно следующим образом. Позитивно или негативно, всегда это делается именно так. Но многие пиарщики госструктур боятся идти в хайп, потому что вот именно, что образ государственной структуры, как же так, должны быть застегнуты на все пуговицы, на серьезных щах, что называется. Я понимаю этих людей прекрасно, потому что каждый держится, во-первых, давайте говорить откровенно, неизвестно, как человек туда попал. Может, он сейчас что-то предложит, а его уволят, да. Нужно идти на риск. Потому что если ты пиарщик, значит, ты манипулятор общественным мнением, значит, ты умеешь грамотно доносить информацию. Так донеси до своего руководства информацию о том, что это надо делать. Мне руководство сказало, Ярослав, давай как-нибудь, ну, привлеки внимание, хайпанем, что-то придумай, ты креативный. Это счастье, когда руководство говорит, давай хайпанем. Я молюсь, я молюсь на своего шефа, я молюсь, в принципе, на весь топ-менеджмент Анпеглонас, потому что они мне позволяют делать то, что в обычных организациях делать строго-настрого запрещено, не потому что это может как-то навредить, а потому что, ну, это объективно как-то мимо логики, людей так считают, да ты псих, ты психованный, не надо так делать. Нет, надо, это классно. Но здесь очень важный момент. Если вы при государстве хотите хайповать, будьте добры, проникнуть в тему максимально глубоко. Я считаю, я сторонник мнения, я сторонник мнения, что пиарщик обязан знать тему до костей. Он должен знать тему не хуже, чем эксперт-инженер. Я здесь, я в НП ГЛОНАСС, ну, один из немногих, кто с гуманитарным мышлением и гуманитарным политологическим образованием МГУ. Здесь все люди с техническим образованием. Конечно же, они мыслят технически, они мыслят по инженерному, они радиоэлектронщики, они умнейшие люди. На самом деле, они невероятные люди. Но чтобы взаимодействовать с ними, и они чтобы не начали над тобой ржать объективно, ты возьми и задай вопросы им. Вот так фонарь поставь и пытай как следователь. Это как делается? Это как устроено? Это как устроено? На каких алгоритмах? Какое здесь ПО применяется? Что это за технология? Зашел, погуглил, изучил, все презы просмотрел. В принципе, это получение, так сказать, второго образования, технического образования. Если вы хотите хайповать, будьте добры знать всю подноготную проекта, а не просто поверхностно хоп-хоп-хоп-хоп, здесь-здесь-здесь-здесь-здесь-здесь, чуть-чуть понатыкал-понадергал и что-то там написал. Конечно, у меня не всегда так получается. И были случаи, когда надо мной объективно просто смеялись, потому что плохо зашло. Ну да, действительно, это были ошибки, я их признаю, не надо было так делать. Опыта не всегда хватает. Я 11 лет занимаюсь пиаром, а опыта до сих пор не хватает. Его всегда не хватает. Но, тем не менее, если тема продумана глубоко, если она оценена со всех разных сторон, она заходит, и у тебя есть возможности найти грамотный, интересный заход для журналиста. Я недавно разговаривал с вице-президентом Сколкова, Александром Борисовичем Борщевским, который сказал, что Ярослав, у вас журналистский подход. А мне все время казалось, что у меня не журналистский, а подход пиарщика. А оказывается, что это все-таки журналистский подход. Ну, не знаю. В общем, если есть желание хайповать, изучайте проект до костей. А были ситуации, когда вы хайпанули, и потом прилетело не от вашего руководства, а вот от других государственных структур, от руководства, вашего руководства? Апрель. Апрель 2019 года. Я понимаю, что новостей как-то мало. Недостаточный охват лично. Ну, у меня есть определенный KPI, я их сам себе ставлю. Это охват порядка тысячи публикаций по медиалогии. Больше, меньше. Ну, вот я себе вот такую границу поставил. Так вот, недорабатывали. И я пообщался с кое-кем из экспертов. Говорю, давай какую-нибудь тему дадим интересную. Говорит, да вот, у нас есть интересная история внедрения платных перекрестков. Я так, ребят, ну это же совсем пипец. Это нельзя давать. Ну, давай, может быть, как-нибудь вот как бы безлика дадим. Ну, я эту тему запустил через самого, через самого такого классического журналиста Ре-новостей, который вообще хайп не любит. Заголовок звучал так, что обсуждали, в NTF-тенет обсуждали возможность внедрения платных перекрестков. Притом мы сослались на опыт Копенгагена, который был в 2006 году. И он реально был, новостюшка на три абзаца, вообще никаких имен и никаких сроков. Так, возможны теоретические внедрения. Значит, в этот день горел собор Парижской Богоматери в Париже со стрелочкой с молнией на Яндексе. Второй строчкой к 9 утра была новость о том, что в России планируют нести платные перекрестки. Что самое интересное, в Государственной Думе в этот момент обсуждался в первом чтении законопроект о внедрении суверенного интернета. И в повестку Государственной Думы не входила новость о том, что у нас Федосеев Ярослав Игоревич, пресс-секретарин Паглонас, решил ввести платные перекрестки. Поэтому некоторые журналисты, особо не вникая, решили задать Государственной Думе некоторым депутатам вопрос о том, а планируете ли вы, а зачем вы решили ввести платные перекрестки? Совсем денег уже в стране нет? На что я слышал? В общем, полоскали, меня сравнили с изменником Родины, Жириновский с трибуны кричал, что «Нас подставили!» Это высшая оценка. И в какой-то момент я понял, что ситуация вышла из-под контроля, потому что посыпались звонки, посыпались вопросы. То есть, в принципе, нас тогда вот эту идею сравнили с феодализмом. Были звонки от некоторых курирующих министерств и сказали «опровергните это». И я это опровергнул в других ресурсах, в Russia Today, в Коммерсанте, в РБК, в ТАСе. Помогло это или нет? Нет. Но я ссылочки собрал, отправил, мне сказали «молодец, опровергнут, хорошо». До вечера меня полоскали по всем федеральным СМИ, вплоть до того, что... Но, конечно же, ты пытаешься оправдываться. Я устал в этот день как собака просто, потому что я не мог говорить. Я уже устал произойти. Я давал комментарии в пробке по телефону в прямом эфире на «России-24». Или там на ОТР, я уж не помню. На много где. На НТВ, кто только не звонил. В общем, в итоге мы действительно привлекли внимание к этой теме. Потом было мероприятие наше. Пришли люди. То есть мы, как сказать, немножко повысили узнаваемость. Забыли потом про все. Просто забыли. Люди, ну, смываются с памяти, так устроен человек. Но то, что мне действительно было страшно на тот момент, это да, потому что я боялся потерять должность. И я никому не рекомендую поступать так же, как я. Вот так перегибать палку нельзя. Как отреагировало ваше руководство на эту историю? Сказали, молодец, но в следующий раз предупреждай. Я не предупредил. У вас идеальные руководители. Дайте рекомендации нашим зрителям, пиарщикам, которые нас смотрят. Вот как создать хайповую новость? Какие есть составляющие успеха? На эту, на самом деле, тему неоднократно поднимал Рома Масленников. Пиарщик очень классный. Я его люблю. Взаимодействую с ним периодически. Рома, привет, да. Он очень грамотно это описал. Есть формула ППЦ. Парадокс, повестка, ценность. Ну, или цель в конце. Что такое парадокс? Парадокс – это когда вы объединяете необъединяемое. Умный лежачий полицейский, платный перекресток, беспилотный катафалк, автошазам. Ну, в общем, то, что логически сложно себе представить. Такая фантазия, да. Это парадокс. Значит, в заголовок сразу дается парадокс. Повестка. Повестка – это то, что сейчас находится в новостях, что интересно, что актуально. Не обязательно это сиюминутный ежедневный какой-то хайп, к примеру, там, коронавирус. Там, хайпить на коронавирусе. Есть более, так сказать, интересные темы. Там пару лет назад был блокчейн, да. У меня товарищ был, который запустил новость «Летающее такси на блокчейне». Там была история. Прямо реальный проект, прям был задуман. Вот. Ваня Дробышев, Гречка Медиа, привет. Есть тема, так сказать, более глобальная. Искусственный интеллект. На базе искусственного интеллекта можно вообще сейчас интегрировать любую интересную технологическую новость. Искусственный интеллект научился… Искусственный интеллект будет отчислять студентов из вузов. Такая была история. Тоже там у меня коллеги внедряли, использовали. Ну и, соответственно, ценность. Ценность – это то, что вы вкладываете в новость со своей стороны. Какая-то статистика, аналитика, ваш бренд. То, что вы непосредственно сделали. Ну или, если ценность, мне Александра Борисовна Борисовна Борисовна, вице-президент Сколкова, сказал, можно сказать, цель. Цель. Цель – это ту цель, которую вы преследуете. Показать, продемонстрировать новость на такой аудитории, на другой. Ну, тут взаимодействие. Вот, объединяя вот эти три составляющие, получается классная хайповая новость, которая зайдет 100% в СМИ, если не будет другой, более привлекательной, схожей повестки. Главное, так сказать, это, пожалуй, правило – отступать от канонов. Действовать как, я не знаю, как Джонни Роттон из «Секс Пистолс», или как Кентин Тарантино и величайший режиссер. Или, я не знаю, как Леми Килместер из группы «Моторхед». Да просто действовать иначе. Просто выходить за рамки работы обычного пресс-секретаря или пиарщика. Не надо обзванивать. Прилагайте новость только одному журналисту. Она бомбанет, если новость хорошая. Она выскочит в топ Яндекса, если новость касается человека, если она касается его безопасности, касается его каких-то возможных навыков, каких-то его ценностей непосредственно. Была новость, тоже одна из первых хайпов, которые мы в рамках НПГЛОНА запускали. Это то, что в России могут из-за автоукционов, площадок, вот этих платформ, запретить продажу автомобилей между физлицами. Притом новость, этот хайп зашел абсолютно случайно в газете «Известия». Мы опубликовали, и там была фраза, даже не в заголовке. Она была где-то в середине, что «Вероя это, возможно, повлечет запрет продаж между физлицами». Вот это был один из первых хайпов, который так вот позволил. Я не знаю, если у вас проект связан с оценкой дорожной ситуации, ну, назовите это «Виртуальный гаишник», как вариант. Да, ну, почему нет? Такая тема у нас, кстати, тоже была в прошлом году. Ну, здесь важно быть креативным человеком, предлагать эти идеи. И самое главное, если вы хотите убедить руководство в том, что такой хайп нужно и можно запускать, покажите схожие кейсы других организаций, которые делают. Показывайте наши кейсы, мои кейсы непосредственно, которые там тоже целую кучу есть. Хуже Геббельса в том же Телеграм-канале, я их там неоднократно описывал. Покажите, что они работают, они действительно работают. Покажите, попробуйте пойти на риск, если вы пиарщик, и сделать что-то маленькое, небольшой хайп отдельно от руководства. То есть взять и проявить инициативу. Да, инициатива наказуема. Да, но я вас уверяю, если вы получите 100-200 публикаций за какую-то новость, ну, главное, не связывайте с грязью, не влезайте в грязное белье, не унижайте репутацию своей компании, а все-таки как-то заходите более красиво. Поэтому изучайте проект до конца, до костей, зная все возможные стороны захода. Вот с этой точки зрения можно сделать такой проект, потом показать руководству, что вот я проявил инициативу, вас точно не уволят. В крайнем случае, если ваш руководитель, ну, совсем уже какой-то старикан, он скажет, ну, скажет, что еще раз так сделаешь, уволю. Ну, это вот максимум, что произойдет. Вы сразу поймете, что с этим человеком не стоит работать, поэтому вы найдете себе другое место, где у вас будет нормальный руководитель. Вот. Либо же, да, он скажет, да, это интересно, давайте попробуем, действительно там приносит какой-то результат. Вот и все. Про топ Яндекса. Это мечта для многих пиарщиков и основная цель попадать в топ Яндекса. Помимо того, что классный инфоповод хайповый, какие еще есть инструменты, которые облегчают попадание в топ Яндекса? Смотря в какой топ Яндекса вы хотите попасть. Если вы хотите попасть в топ Яндекса по региону, я был в Тверской области на протяжении... А, после Нового года я был в Тверской области в течение недели. И, конечно же, я смотрел, что выходит в топ Яндекса по Тверской области. А там 4 из 5 новостей. Это как сосед убил соседа. Или попал в ДТП с участием пьяного алкоголика. Или прошло соревнование, не знаю, борцов за справедливость против, не знаю, коалиции енотов. Потому что в таком формате какая-то хрень вообще просто. Идеальное поле для запуска классной, хорошей, качественной информационной новости. 2-3 публикации ведущих СМИ по региону выскочите в топ Яндекса в течение часа-двух. Так же делали... То есть, раскидать новость по максимальному количеству СМИ, они все напечатают и опубликуют? Можно дать, надо дать в одно СМИ. Потому что они друг друга постоянно читают. Если не увидели прикольную новость, они либо сошлются, либо сами сделают так, что типа, как нам сообщили. А может вы им не сообщали. Многие СМИ так делают, особенно региональные, им вообще не о чем писать-то по-хорошему. Главное, сделайте классную, интересную акцию. Может быть, даже не просто в виде релиза, а, к примеру, яма на дороге, заложите ее поролоном. Или, не знаю, красный икрой. Разные способы есть. Это парадокс. Это опять инфопод. А я именно при инструментаре. Купить таргетинг какую-то новость? Не надо таргетинг покупать. Есть журналисты. С журналистами надо взаимодействовать. Если у вас интересная новость, журналист про нее напечатает априори. Это суть журналиста. Это его природа. Он возьмет интересную новость. Любой журналист возьмет интересную новость. Поэтому дадите в одно СМИ, другие напечатают. Соответственно, выскочите в топ Яндекса по каким-то регионам. Там 2-3. Ну, хорошо, если никто не будет давать, потому что обратили внимание на убийство, массовое убийство алкоголиков. Соответственно, дадите, отправьте в другой СМИ чуть другими подробностями. Может быть, с фотографиями, может быть, чем-то еще. Напечатают. Если же есть желание попасть по отрасли, да, вот как у нас в топ Яндекса, очень часто по авто или по обществу, какая-то общественная инициатива, да, он в общество попадает и там держится какое-то время при публикации. Сейчас я объясню, на самом деле, смысл, как обычно делается. Если есть, к примеру, РИА Новости или ТАСС, не газеты, не газетные издания, а вот именно информационное агентство. Вы даете им фактуру, заряжаете новость, говорите, давайте там выпустим, к примеру, новость в час ночи или в 2 или в 3. Лучше выпускать ночью. Почему? Потому что дежурные редактора, ночью писать не о чем, дежурные редактора шерстят ленты информагентств, они видят вашу новость, о, она прикольная, а так поставлю ее себе. И она начинает потихонечку ночью популяризироваться, начиная с Владивостока, когда там, собственно, утро, да, уже, и к 6-7 утра. Если новость перепечаталась, там, после, там, к примеру, ТАССа, в Известиях, в, там, Москва-24, там, Вечерка, может, там, какие-нибудь, там, Ридус, Регнум, вот такие небольшие ТЕР-2 издания, там, да, Известия, понятное дело, там, ТЕР-1, но вот такие вот маленькие, небольшие, то к 8-9 утра подхватит кто-то из крупников. Ну, лента, имеется в виду, подхватит. У меня был случай, когда мы запускали новость о беспилотных автомобилях в Петербурге и в Москве. Как мы это сделали в Москве? В Москве мы закинули новость, и в 6 утра у меня уже начались, новость закинули в 3 утра, в 6 утра у меня уже начались звонки, мы хотим подробностей. Подробности мы дали в московские СМИ, что беспилотные автомобили проедут по Мичуринскому проспекту, Садовому кольцу, Третьему транспортному кольцу и Ленинскому проспекту некоторым улицам. Естественно, московские СМИ пишут, что по Ленинскому и по Мичуринскому поедут беспилотники. Огонь, классно, зашла история. И пошла движуха, естественно, к днем уже... А, еще у нас, собственно, в рамках, кстати, нашей истории беспилотных автомобилей, нами был разработан знак А в треугольничке, который наклеивается на всех беспилотных автомобилях. А автономный, что означает. Да, если вы увидите машину Яндекса и увидите знак А, это знак, который придуман, разработан в НП ГЛОНАСС. Естественно, в течение дня новость активно разошлась. Что мы сделали? В этом году мы сделали такую же схожую новость по Петербургу. Также запустили по петербургской ленте ТАСС. Я открываю в 6 утра просто Google новости и вижу, что там 2-3 перепечатки и все. Я так, ну, наверное, беспилотники в Питере, ну, не зашли. Ну, не любят питерцы. Ну, бывает, да? Нет. Нет, проходит, значит, время 9 утра, 10 утра, 11, бац, российская газета, бац, коммерсант, бац, к 12 к часу РБК, открывают топ Яндекса по Петербургу, геолокацию из Москвы, меняешь на Петербург, бац, в Санкт-Петербурге поет беспилотный автомобиль. И это наших разработчиков, коллеги, наша компания Starline запускает как раз свой беспилотник, очень крутой, со своей технологией, на Шкоде Суперб. Ее прям датчиками обвесили. И они действительно сейчас планируют запустить беспилотник на питерских дорогах. Потом мы также сдали, что беспилотник проедет по Невскому проспекту, по Литейному. Ну, соответственно, с некоторыми подробностями, 2 или 3 было интервью на питерских радиостанциях, в том числе в прямом эфире, что, конечно же, принесло свой результат. Просто сам факт, в Москве в 6 утра уже начали звонить, а питерцы раскачались. Ну, что, значит, в север, не знаю, там, Финляндия рядом, там, там, Прибалтика, может быть, за этот счет они как-то так немножко долго это делали. Вот, запустились, соответственно, там, к обеду, более-менее. Если хотите попасть в топ Яндекса, ну, тут надо постараться. Объективно, просто постараться. Подготовьте несколько заходов. Я это называю медиасерфинг, да, когда вы дали, взяли новость, написали целую кучу подробностей к ней. Сначала взяли, разделили их на 3, к примеру, там, захода. Сначала отдали, там, в 3 утра, там, и, да, в нули в газету первую часть, да. Она разошлась, более-менее где-то выскочила уже, там, в разделе общества, или авто, или, там, технологии. Потом дали чуть-чуть подробностей в другие СМИ. Чуть перезаверните, но тут надо, опять же, да, проработать новость, докопаться, вот именно, чтобы были интересные данные. Потом третий заход можно сделать. И, ну, если напечатает, там, в течение, там, пары-тройки часов, коммерсант, РБК, РИА, там, ТАСС и кто-то там из региональных, она выскочит в топ Яндекса, там, на пятую, на четвертую строчку. Если же, ну, здесь, опять же, надо следить за информационным полем. Потому что, если будет какая-то инициатива правительства, или, не дай бог, где-то грохнется самолет, или коронавирус, коронавирусом заболеет еще один человек, внезапно, какой кошмар, заболел гриппом человек. Об этом надо срочно написать, да. Вот, значит, соответственно, да, тут вам до топа Яндекса далеко. Вернемся к Голонасу. Вот, говоря про целевые аудитории, вот, создание хайповых новостей, понятно, это работает на упоминаемость, узнаваемость, а вот, возвращаясь к целям, ценностям, то есть, какие задачи, какой образ вы формируете у каждой аудитории, то есть, какие вот именно в этом плане задачи стоят? Задача у представителей государства сформировать, конечно же, доверие к организации, показать опыт, показать бэкграунд, знание, то, что мы все в очках, то, что мы все интеллектуально подкованы, что у нас есть образование, что мы знаем, о чем мы говорим. И с нами, нам можно доверить реализацию, к чему, собственно, это и приводит. Это не только заслуга пиарщика, это, ну, пиарщик, пиар здесь даже, на самом деле, вторичен. Это встречи, это переговоры, это, в принципе, образ компании формируется всеми сотрудниками, да, то, что формируется доверие, что с нами можно работать. И, собственно, проект Автодата, который нам был доверен, ну, поручен реализацией Владимиру Владимировичу Путиным, это лишний раз просто доказывает и подсказывает. Если мы формируем на аудиторию, какой месседж мы для B2B формируем? То, что наши проекты, наш ресурс, который мы вкладываем, он экономически выгоден для бизнеса. Если более 80 компаний вступили в консорциум Автодата Рус, что это говорит? Это говорит о том, что бизнес, компании в нашей сфере, технологической, они заинтересованы том, чтобы первыми получить выгоду от реализации цифровой экономики, от реализации проекта Автодата, искусственного интеллекта. Мы сразу показываем, какие сервисы могут быть созданы. Каждый из топ-менеджеров или инженеров видит, что, ага, вот они это хотят внедрить, тут у нас есть вот такая технология, давайте мы с ними свяжемся, им предложим. И там регион какой-то смотрит, ой, это интересный проект, там умные остановки, а может быть нам тоже стоит это внедрить, попробовать, выделим какой-то там пилотный участок, почему нет, вступаем в консорциум. Таким вот образом это формируется. И это не только задача пиарщика, я хочу это просто подчеркнуть. Соответственно, и на последнюю финальную аудиторию, это обычно граждан, мы сейчас пока их практически не касаемся. В минимальной степени мы их касаемся, поскольку нет пока готового продукта, который бы стали потреблять обычные граждане. Только там законодательство, и то законодательство тоже больше для компании пишется. Вот как только мы реализуем первые две стратегии по B2G и B2B, непосредственно будет формироваться образ доверия проектов у обычных граждан. Чтобы они, чтобы... там, кстати говоря, самая сложная аудитория, потому что нашим людям что не предложишь, им все плохо. Я не знаю, почему. Ну, может быть, потому что у нас априори привыкли, что на Западе всегда лучше, чем в России. Ну, ГЛОНАСС, Роскосмос, Роскосмос со своими вот проблемами, всеми, которые обсуждаются. Я не хочу сейчас даже... вот я не хочу влезть вот в эти репутационные риски. Просто у нас объективно человек все воспринимает через негатив. Вот обычный среднестатистический россиянин, он видит негатив во всем. Я не знаю, почему. И много из... да и не только в регионах, и в Москве таких людей полным-полном. Мы все видим через негатив. Ну, вот, кстати, например, всем известно, что есть Google, и есть Яндекс, и Яндекс как пример достижений вообще российских, что мы сделали что-то, что стоит вровень с лучшими мировыми достижениями. Можно сказать, что ГЛОНАСС – это российский Яндекс с точки зрения там ГЛОНАСС-GPS? Безусловно, ГЛОНАСС, как сама спутниковая система, разработанная гениями аэрокосмической отрасли, это настоящая альтернатива. Другое дело, что, к сожалению, полно проблем, которые это повлекло. Имеется в виду, у нас есть сигнал, есть глобальная навигационная спутниковая система, но у нас нет радиоэлектроники, которая позволяла бы этот сигнал ловить. У нас нет отечественного чипсета, который позволил бы дешевого чипсета, который стоит в Европе 1 доллар или полдоллара, у нас он будет стоить 10-15 долларов. Мы, к сожалению, за 20 лет этот рынок угробили, и есть глобальная навигационная спутниковая система, и ее нечем ловить. Ну, вот нечем ловить ее сигнал. К чему это приводит? Да, вот как раз вот такие ситуации, они формируют вот этот негативный образ. И заряжать позитивом мы у нас не умеем, к сожалению. Достаточно взглянуть на улицу, увидеть 50 оттенков серого, начиная с погоды. У нас только летом Сергей Семенович Собянин всячески пытается создать красоту в городе Герой Москва, как-то все это оформить, чтобы у людей был яркий, позитивный образ. Но это только в Москве, опять же, в регионах, ну, бывает прям совсем плачевно. Конечно, человек у нас привык выживать, и когда он читает какую-то новость, он ее... А, опять нас обманут, опять нас опрокинут, опять там будет то-то. И несмотря на то, что эта новость, последствия, или этот проект, этот сервис улучшат качество жизни, у нас люди воспримут это как должное. Только это вы не так нам должны. Вообще-то, что значит, что мы вам спасибо скажем, но ничего, никогда в жизни. Ну, это объективно, мы сами в этом во всем виноваты. Это мы, мы люди. И взаимодействовать с людьми здесь большой риск. Риск репутационный. Поэтому очень аккуратно здесь надо двигаться. Очень аккуратно. Про целевые аудитории. Это только Россия или на зарубежной аудитории какие-то вы тоже работаете? Мы начинаем потихонечку взаимодействовать на зарубежной аудитории. В частности, привлекаем зарубежные компании, которые готовы с нами взаимодействовать. Но в зарубежные СМИ я лично пока не выходил на каком-то большом ресурсе. Это задача, которая стоит в планах, ее нужно непосредственно реализовывать. Но мы сейчас работаем на российский рынок. По инструментам. Значит, я так понял, ивенты дают хороший результат. Работу с журналистами мы обсудили достаточно подробно. Что еще? Соцсети? Еще что? Соцсети помогают объединять экспертное сообщество. У нас есть телеграм-канал, который мы ведем. Туда выкладываем интересную новостную повестку, которая в принципе в мире происходит. Вышел пост, можно протаргетировать также в обычные ресурсы, которые у всех есть. Интересно, конечно же, когда будет B2C, взаимодействие уже непосредственно на аудиторию в конечную. Молодежную, задействуем ТикТок. Совсем там, школьников. Закроем ТикТоком. Где-то там Инстаграм. Нам просто этого пока не нужно, поскольку у нас другое немножко направление. У нас все-таки B2B, B2G. Здесь мы справляемся. Достаточно попасть в дайджест замминистра какого-то, чтобы уже непосредственно попасть в аудиторию. А, например, выстраивание личного бренда руководителя, продвижение руководителя компании, через него продвижение собственной организации есть? Да. Сейчас мы эту историю на самом деле активизировали. Александр Легочич у нас будет больше появляться в средствах массовой информации. Александр Легочич Бурко, это руководитель президента НПГЛОНАСС. Безусловно, его участие в мероприятиях других, это и Петербургский международный экономический форум, это и всяческие отраслевые конференции, где он выйдет, расскажет с презентацией то, что непосредственно есть. Задача сформировать вокруг него образ. На самом деле у Гурко образ лидера уже сформирован довольно-таки давно. Его нужно поддерживать, как-то где-то чуть получше доносить. В этом году, когда я вернулся из отпуска, вернее, как я еще в отпуске написал целый пласт задач, которые решил в 2020 году реализовать, мне Александр Легочич утвердил весь спектр этих задач, чуть дополнив еще своими некоторыми предложениями. И мы его уже начали воплощать. Так что, если в предыдущие два года мы больше работали на имидж популяризации рабочей группы НТ и Автонет, которую курирует НПГЛОНАСС, то в этом году мы будем работать на популяризацию руководителя НПГЛОНАСС и непосредственно самого НПГЛОНАСС. То есть, вот, большой компании. Если говорить об измерении эффективности вашей работы, то есть, вы уже упомянули там KPI по количеству публикаций. Что еще? Какие критерии эффективности? Лучший критерий, когда кто-то из нашей, так сказать, аудитории отраслевых компаний приходит к нам, говорит, ой, мы читали вашу новость, это классно, это интересно, ой, прям вот нам это... Или кто-то позвонил, сказал, вот вы такую новость выпустили, такой у вас проект готовится, расскажите подробнее. Вот это, собственно, главный KPI, если кто-то заявляет из общества, что действительно проект интересен. Что касается, говорить о количестве публикаций, можно... Нет, ну, я поставил себе KPI, лично сам для себя, чтобы просто... Я люблю соревнования, соперничество, мне нравится, когда движуха идет, вот это, ну, интересно всегда. Это количество публикаций или охват в том числе? И охват, и количество публикаций, вот, честно, здесь уже не важно. Потому что считать, ну, мы не политтехнологиями занимаемся, здесь политанализ пока не так важен, на самом деле. Когда будет создан продукт для конечного потребителя, конечно же, нужно будет внедрять и социологические опросы, нравится-не нравится, и, собственно, опросы аудитории в социальных сетях, там, ВК, Facebook, ну, то есть, да, абсолютно разные. Но сейчас пока нам достаточно того ресурса, тех KPI, которые вот сформированы. Достаточно просто услышать обратную связь от окружения, от экспертного окружения. А вот обратная связь в Джаре как? И так же, так же, если проходит совещание, говорят, вот интересный проект, замечательная реализация, продолжать в том же духе. Или был пиар проекта, скажем так, одобрили первый этап, да, хорошо, двигаемся дальше. То есть, вот в таком формате. Здесь, не, бывает и негативная, конечно, реакция, то, что здесь вот вы перебарщиваете, нужно сбавить темп, сбавить обороты, поступает команда, соответственно, позиционирование немножко меняется. К счастью или к сожалению, не могу объективно оценивать, личный контакт в нашей сфере, он первичен. Личный контакт с лицами, принимающими решения. Вы занимались в том числе политическим пиаром до того, как пришли работать в ГЛОНАСС. В чем, на ваш взгляд, разница? Вот есть какие-то другие подходы, другие инструменты? Или все примерно одно и то же? Врать приходилось больше. Давайте так, врать приходилось в принципе, сейчас врать не приходится. Сейчас временами приходится где-то фантазировать, но опять же, все основано на реальности, на реальных проектах, на реальных историях, на реальных технологиях, которые есть, существуют, они внедряются. Тогда же приходилось рассказывать об исследованиях, которых не было. Ну, там надо что-то там придумать. Ну, заяви что-нибудь там, да. Где журналисты спрашивают, а можно ознакомиться с людьми? Да, 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 конечно, там через две недели. Напишите запрос в пресс-службу. И нужно было в какой-то момент, я работал со многими, с некоторыми политическими партиями, это и КПРФ, это и Единая Россия. Я составил в Единой России, я член Единой России был, я был членом Единой России и был членом КПРФ. Режьте меня, уничтожайте. Я был тогда еще студентом, я студент, окончил факультет политологии Московского государственного университета, философский факультет, тогда он еще назывался. И мне всегда интересовало изучение политических движений непосредственно. Я прочитал всю литературу от Бакунина, Кропоткина, анархистской теории до, соответственно, Карла Маркса. И мне нравится сейчас оценивать общественные тренды через призму тех книг, которые я прочитал, будучи студентом, в 2008-2009 году, 10 лет назад. К чему все это привело? Я, естественно, стал изучать те течения, которые у нас есть. Я взял коммунистов, пришел к ним и говорю, ребят, давайте я с вами поработаю на общественных началах. Да, давай. Я на митингах выступал, выборы были, 2011 год, вот шестой созыв, да, шестой созыв, который формировался, когда КПРФ резко выстрелило, и были протесты против Единой России. И вот изучив, покопаясь во всей этой истории, я понял, конечно, маска с лица, знаете, как слетает, да, что розовые очки слетают. И ты увидел реальность, ты увидел, что все не так, как написано в книгах, все иначе, все интереснее. Я пошел после этого, работал с отдельными своими проектами, пошел в Академию журналистики «Коммерсант», где учился у Глеба Черкасова, заместитель главного редактора, занимался, он, собственно, курировал отдел политики. И я вот стажировался у ребят в отделе политики, которые потом демарш устроили в газете, ушли, с ними со всеми очень хорошо знаком, и многому научился. Я понял, как политику оценивают, как ее видят, какая призма там формируется. И, конечно же, недостаток вот этой информации, постоянные вот эти обрывки, какие-то слухи, они наводят на мысль, что ты не владеешься этой ситуацией, а пиарщик не имеет права не владеть ситуацией. Пиарщик должен знать все, от начала до конца, знать подноготную. И вот когда я ушел в технологический пиар, я понял, что вот здесь как раз те самые данные, которые мне нужны, которые есть, существуют. Конечно же, тот опыт политический, который я получил, можно спросить меня про политические взгляды, мне нравится смотреть политические, я смотрю Соловьева. Я включаю Соловьева и смотрю, как каждый из них заворачивает свой месседж. Но не так, что мне нравится, а вот ты правильно сказал, или там, а вот ты, чувак, там, американец, скотина, я тебя ненавижу. Не так, мне нравится смотреть на диалог, как формируются переговоры, вот сама вот эта структура. Потому что это действительно классные кейсы с научной точки зрения. И когда вот этот опыт, конечно же, он переложился на технологический пиар, который, собственно, сейчас, которым я сейчас занимаюсь. И, как ни крути, НПГЛОНАСС находится рядом с политической повесткой. Необходимо оценивать ситуацию в нужный момент, где-то что-то попридержать, где-то что-то, наоборот, перезапустить. Или там, подсветить, чтобы получить необходимый результат. Так что, несмотря на однополярность политического пиара, у нас есть классные структуры, в частности, Евгений Минченко, поклонником которого я являюсь. То есть, который делает невероятно интересный обзор, грамотное определение вот этих правил игры, за которыми можно следить. Одно вот политбюро 2.0, чего стоит, чтобы оценивать грамотно политическую ситуацию в стране. Объективно, а не, как там, одна бабка сказала, или кто-то что-то ляпнул. Потому что у людей, обычных людей, которые думают, что они разбираются в политике, потому что смотрят Соловьева и другие политические передачи, мнение совершенно иное. И оно, конечно же, отличается от того, что есть на самом деле. Где какая группировка, где чьи сферы влияния. Это интересно изучать. Изучать. У вас есть свой телеграм-канал «Хуже Гибельсу», про который вы уже говорили. Да. Поделитесь секретами набора аудитории, раскрутки телеграм-канала, который вы используете. Спонтанное решение. Никаких контент-планов. Вообще ничего. Вот просто. Хуже Гибельса. Запустил. Надо назвать как-нибудь провокационно. Тинькофф говорил, провоцируйте. Я вас буду провоцировать. Ну, что-то он такое писал. Думаю, надо назвать провокационно. Назвался хуже Гибельса. Поставил фотографию. Написал, что мне плевать, сколько здесь будет людей. 10-15-100 человек. Буду писать обо всем. Матом. И не просто. Кстати, матом в итоге перестал писать. Как-то так стал. Слово «херня» пишу. Но... Или там... Там где-то как я ставлю... Звездочки. Звездочку, да. Ну, надо все-таки себя в рамочках держать, как ни к руке. Сначала, конечно же, я списался с коллегами. Там огромное спасибо Маше Лапук, Розалии Каневской. Там другим структурам. Каналу «Сколково Ликс», с которым я очень хорошо дружу и общаюсь. Дэйли Шторму, который сразу предложил сотрудничество, какое-то взаимодействие. И за счет репостов, за счет каких-то информационных вбросов интересных, получилось собрать первую тысячу человек. Получилось довольно-таки небыстро. Я думал, все будет быстрее. И более того, мне казалось, что контент формируется намного проще. Оказалось, что писать каждый день интересный пост невозможно. Поэтому я пишу интересные и неинтересные посты. И об этом указал, что, как бы, ребят, в закрепе пишешь, что обо всем пишу. То есть каждый день – это маст, да? Да, каждый день. Притом мне люди пишут некоторые, не надо это каждый день писать. Ты, как бы, ну, перебарщиваешь. А мне просто получается каждый день. Получается, какая-то мысль рождается, знаете, как спонтанно, как палку собаки бросают. И он спонтанно за ней бросается. Вот у меня то же самое. Новость какая-то вылетает, сразу какая-то мысль. Оп! Надо о ней написать. Интересно. Вот. И, конечно же, потом я уже помониторил немножко информ про страну с телеграм-каналов. Увидел. Надо обращать внимание на другие телеграм-каналы, у которых высокий индекс увлекаемости. ИР, так называемый. Если он выше 50%, значит, 50%, как минимум 50% аудитории, подписчиков, которые есть, она читает этот контент. Вот его надо держать, размещать рекламу прикольную в тех телеграм-каналах, где ИРР повыше. Там не обязательно должно быть 100 тысяч подписчиков. Вы поработаете с маленькими телеграм-каналами. Там 5 тысяч, 6 тысяч, 10 тысяч. Цена подписчика. У меня есть классные посты. Я прям сформировал вот этот пост. Ставишь картинку провокационную. Там пиарщик, который продался. В общем, в таком духе. И делаешь описание. И прям туда интегрируешь ссылочки на самые интересные посты. А здесь я вступаю в полемику с тем-то. Здесь облил грязью того-то. Здесь подлизал задницу третьему. Вот в таком формате. Пишешь там вот этих 5-7-10 постов. Прямо вот это в рекламный пост оформляешь. Платишь денежку, соответственно, пост размещается. И пошел трафик. У меня получается где-то, ну, минимальная цена была 10 рублей за подписчика. То есть ты купил пост, потратил 2 тысячи рублей. Пришло там определенное количество человек. И каждый подписчик тебе стоил 10 рублей. Вот это у меня была минималка. Так в среднем 18-20. Если сейчас я поменяю немножко пост, его обновлю. Просто у меня уже там старенький. Будет, я думаю, подешевле. Бывает, когда подписчик приходит по 30 рублей, по 50. И это дорого. Такие, ну, бывает, когда не заходишь. Потому что, может, не тот канал выбрал. Или тематика немножко как-то отличается. Плюс еще сейчас подключил одного СММщика. Через там некоторое время попробуем погнать трафик через Инстаграм. За счет постов. Мне обещают по 8 рублей подписчика. Не знаю, получится или нет. Надо потестировать. Но, насколько мне известно стало, с тобой начинают считаться, когда ты преодолел первую тысячу подписчиков. А потом уже, я думаю, где-то 5-10 тысяч. Вот у меня сейчас там 2. И я потихонечку наращиваю аудиторию. Или где-то выступил. Да, ребят, подписывайтесь на мой Телеграм-канал. Он классный, интересный. Хуже Геббельса. Все сразу типа, хоп-хоп. Там зашел плюс 40 человек. О, прикольно. Там, да, добавилось. Самый бесплатный, да, подписчик. Ну, и, соответственно, если такого желания постоянно выступать у меня, я только в этом году это начал делать, да, возможности такой нет, то, соответственно, покупаешь там небольшую рекламку, но не тратьте большие бюджеты. Ни в коем случае больших бюджетов не надо в это вкладывать. Работайте с небольшими Телеграм-каналами. Репост. То есть не бежать в беспощадный пиарщик сразу же. Ну, меня они разместили бесплатно. Вот все разы, когда они не размещали, они меня размещали бесплатно. Так, я знаю, что у них стоит пост 80, 100 и даже слышал 200, 300 тысяч. Ну, я думаю, что это зависит от количества посредников, которые есть там. Я знаю, что для губернаторов пост в беспощадном пиарщике там сразу двойной-тройной ценник. Ну, объективно, да, понятно. Вот, так что беспощадный пиарщик бежать не нужно, я вообще беспощадный пиарщик ненавижу. Херовый у вас канал, и вы меня назвали не от мира всего, так что идите вы все, к черту. Ладно, это так хайпанул. Поэтому, если формируете аудиторию вокруг Телеграм-канала, знайте, что это сразу, да, объективно, не все будут его читать. Люди там, кто-то раз в недельку зайдет, или кто-то там, может, раз в месяц, или кто-то вообще забудет то, что подписался, потому что чисто по фану это сделал. Всегда будет формироваться вот это ядро, которое вас читает. Вот, собственно, сейчас я прямо вот открою, мне интересно просто сколько сейчас подписчиков. Да, 2154 подписчика, и на последний пост, который я разместил вчера, он достаточно был такой провокационный, 471 просмотр случился. До этого, там, значит, 560, 759, 800, 1000. И, соответственно, то есть примерно около 1000, да. Но это довольно-таки хороший показатель, потому что я знаю Телеграм-каналы, у которых там 10-15 тысяч человек, а их 1000 читает. Или 2000. Это мало, это ИРР сразу снижается. Надо давать хороший контент. Плюс еще была ситуация, когда Телеграм активно запрещали, и были те, у кого он отрубился. Ну, люди просто не знали, что VPN можно поставить, у них осведомленность была низкая. Ну, просто кто-то не знал об этом, да, просвещенность у нас айтишная, к сожалению, очень низкая в регионе. И поэтому человек от нее просто отказался. И он вроде как есть в канале, но его и нет, потому что он туда и не заходит. Но у меня таких не было, поскольку я свой Телеграм-канал запустил в сентябре 2019 года, уже когда вся эта история прошла. И Телеграм стал вроде как бы разрешенный. Хотя это прикольно. Какие 5 советов вы могли бы дать человеку, который делает сегодня первые шаги в карьере пиарщика? Первое. Не бояться и не думать, что когда вы станете пиарщиком, то будете продавать рекламу или заказывать подарки. Мне писали люди в Телеграм-канале, типа, что я из Свердловской области, мне как не приду, мне говорят, вот, заказывай подарки. Значит, первое. Готовьтесь, готовьте свои альтернативные кейсы, свои собственные. То есть ищите друзей, своих знакомых и проведите 2-3-4 акции, пиар-акции, привлеките внимание СМИ. Там какой-нибудь микромитинг или, я не знаю, какую-нибудь там на главной площади проведите акцию против курения, там, сигарету в виде плавого органа такого лежащего. Это, кстати, Рома Масленников тоже классный. Я обожаю, у него кейсы суперпростые. Сразу топ Яндекса, Ива Липецкого был там гарантирован. Вот таких несколько акций проведите, интересных, да, у вас будет уже свое портфолио. Вы приходите непосредственно к своему будущему работодателю, говорите, что вот я пиарщик, и я не буду заказывать вам подарки. Я знаю, как привлечь клиентосов. Показывайте то-то, 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 дайте реализуем. Давай, попробуешь раз-раз. Это первый, значит. Второй. Прочтите книги олдскульные, хорошие книги. Потому что, ну, вот их просто надо прочитать для того, чтобы просто знать, так сказать, подноготную, знать, как это могло бы быть, но не случилось. Да, ни в коем случае, не знаю. Вот. Дальше, третий, это пытаться все-таки развивать креативное мышление, да, то есть побольше путешествовать, побольше бывать на свежем воздухе, фигачить в спортзале нормальный, ну, или хотя бы, да, какие-то там пробежки, чтобы кислородом насыщать мозг, и он давал интересную какую-то повестку. Не бухать, не бухать и не принимать наркоту, не ширяться ни в коем случае, а более-менее, да, как-то на здоровом образе жизни как-то себя попробовать освежать таким образом, да. Это третий. Да, третий. Четвертая, 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 пусть это будет, ну, давайте так, пятый пункт, я скажу, что нужно всегда пытаться сформировать свой личный бренд, то есть все, что вы придумали, об этом нужно делиться, потому что отрасль пиара, как говорят, она почему-то у нас какая-то полумертвая в России, я с этим категорически не согласен, а если и согласен, то я ее пытаюсь оживить всячески. Я тоже. Да, вот это нормально, и подключаться к этому историю оживления пиар-отрасли, есть какая-то идея, предложите, заведите телеграм-канал, заведите, не знаю, страничку, пусть вас читают в фейсбуке, выступайте на конференциях, ходите на конференции, это нормально, это правильно, слушайте, тусуйтесь. Пиарщик – это экстраверт, в первую очередь, который взаимодействует с людьми, это важно, когда у тебя есть большая тусовка, пусть они не будут там все твоими друзьями поголовно, как правило, экстраверт – это одинокие люди, им в одиночество нужно, но тусовка своя должна быть всегда, вот это будет пятый пункт. А четвертый, да давайте так, я уже тоже неоднократно говорил, если вы вступаете в какую-то проектную историю, изучите ее до конца, сделайте вот этот helicopter view, так называемый, создайте, напишите коммуникационную платформу, ответив на все вопросы, как было, как есть и как будет, по каждому направлению, чтобы и постоянно его обновляйте. Подходите, внедряйте, здесь очень важно быть системным, сохранять и приумножать вот это системное мышление при таком бунтарском, креативном вау-подходе, это круто, это работает, вот нужно объединять в себе две необъединяемые вещи, это то же самое, а, кстати, Греф вот об этом сказал, да, я возьму, говорит, на работу человек, который объединяет в себе три необъединяемые вещи, это креативность, системность и профессионализм, вот два могут быть, да, креативность и профессионализм может быть, системность и профессионализм может быть, креативность и системность, но без профессионализма, потому что там опыта мало, слабенький еще, А вот когда все три, Греф с такими будет работать. Это, кстати, очень интересная история. Нужно объединять в себе вот эти три направления. А теперь про конкурс. Да, друзья, мы решили провести конкурс. Победитель получит вот такой Ил-76, ручной работы. И это не просто, как бы так сказать, самолетик. Это светильник. У меня ребенок такие очень любят. Сынку 5 лет. Ну, красиво светится в темноте. Ручная работа. Ил-76 советский. Да, вот здесь у него прямо такая вот штучка открывается. Так прям все по-настоящему. Его построил на самом деле я сам, и мой товарищ провел сюда электричество. Работает он от батарейки крона. Просто красиво светится. Не связываем никак с Глонасом. Я просто люблю авиацию и большой ее поклонник. И получит этот замечательный самолет человек, который предложит наиболее креативный хайповый информационный заголовок для НП Глонас. Поизучайте, о чем мы пишем. НП Глонас Автонет. НП Глонас НТЕ Автонет. Посмотрите в гугле, в гугл новостях, Яндекс новостях, о чем мы пишем, какие идеи мы предлагаем. И напишите в комментариях, на ваш взгляд, свою самую креативную идею, которая, собственно, могла бы быть интересна для НП Глонас и для НТЕ Автонет. Из любой сферы. Беспилотные технологии, электромобили, Глонас как спутники, какие-то, может быть, сервисы, ваши идеи, которые могут быть применимы, интересны и могут быть интересны журналистам в СМИ. Победитель самой креативной идеи получит вот такой Ил-76 от меня лично или по почте, если он живет не в Москве. Вы смотрели программу «Пиар-директор». Нашим собеседником был пресс-секретарь НП Глонас Ярослав Федосеев. Если вам понравился этот выпуск, поставьте ему лайк, нажмите колокольчик и подпишитесь на канал, чтобы не пропустить новые выпуски. С вами был Тимур Расланов. Пока! Субтитры подогнал «Симон»